Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лидия. И поскольку этот блог, будем так говорить, в основном книжный, я отвлекусь от своих прежних, так сказать, видео, когда снимала криминальные сюжеты из своей практики. И хочу поговорить сегодня о книгах. Но о книгах о литературе такой необычной направленности, будем так говорить. Если бы я об этом заговорила, например, в начале 90-х или в конце 80-х, вполне вероятно, что меня посчитали бы, так сказать, ну, мягко говоря, чутковатой старой леди. Но прошло уже столько лет, и поэтому я полагаю, что то, о чем я сегодня буду говорить, это выприниматься с пониманием и, надеюсь, с интересом. Так же, как эта тема интересует меня уже, ну, больше, наверное, 25 лет. А тема эта «Непознанная». Непознанная в нашей жизни все, что нас окружает, о чем мы с полной уверенностью можем сказать, мы знаем, что мы ничего не знаем. Ну, по крайней мере, мир движется вперед, но лука тоже движется сильными шагами, поэтому кое-какие, так сказать, проблески в этом «Непознанном» появляются. Вот как это началось, например, у меня. Я в свое время, когда училась в школе, так сказать, точно на уху была полная ноль, еле-еле на четверку успевала. Вот, в том числе и по физике. Но в то время я вообще, кстати, с пяти лет как научилась читать, очень много читала. И, будучи старше классов, увлеклась научная фантастика, началось мое увлечение, конечно же, с Александра Беляева, с его романов «Глава профессора Доволя», «Свек-амфибия» и так далее, и так далее. Тогда у меня зародилась эта мысль, они взяли вот изготовить такой прибор, который бы, например, улавливал электромагнитные волны мозга, преобразовывал бы их мысли, можно было бы читать мысли на расстоянии. Своими, так сказать, этими на то время дикими идеями поделилась наша физика Владимир Яшкин, такой чутковатый был дядька, внешний такой, ну, чутоковатый одно слово, но увлеченный своим предметом, и преподавал его прямо на яде. И вот я с ним поделилась, он ко мне проникся и говорит, что как неординарно мысли-то так, я полагаю, подумал. И я начал участвовать в изготовлении всяких стендов по физике и так далее и тому подобное. С увлечением этим занималась. Конечно, никакого прибора мы с ним не построили, не придумали, и по сей пору этого прибора в мире не существует. Хотя, хотя, недавно читала в журнале, что японцы вплотную приблизились. Но они вообще урслали впереди планеты сей, по части вот этих всякостей. И поэтому они как бы уже вот-вот на пороге, осталось там чуть-чуть, то есть как улавливать, как преобразовать, как бы уже решили, вот как всё это выглядит будет. Ну, дай Бог, чтобы им в этом сопутствовала удача. Когда чем это и вернется, потому что всякие открытия, великие открытия человечества, зачастую оборачивались с бедами и невзгодами. Возьмите хоть расщепление атома там, ядерного ядра и так далее и тому подобное. То есть в начале войны, в начале беды, и только-только потом какие-то плюсы в этих открытиях для всего человечества. Вот. Ну, это научная фантастика, и только космической я не увлекалась, типа космосом, пришельцами. Это мне было как-то не близко, ни Айти Казимова не читала, ни Герберта Уэллса, ни каких-то ещё. Но Спонислава Лема, конечно, помню прекрасно. Вот эта форма разума, о которой сейчас много говорят, что она не только вот как у нас белковая, кислородно-углеродная, она бывает и кремниевая, может быть, и в основе может быть и серая, что смертельно для человека и так далее. И вот тогда он впервые вот эту вот идею-то развил, что разумное существо — это море, это океан, это вся планета. Оно мыслит, оно существует, и вот как эти события развивались, это было в моё время очень интересно. Но потом уже, наверное, уже будучи достаточно взросленько, за 40, конечно, как-то совершенно случайно, мне так, я уже сейчас не припомню, но попал в руки журнал в 90-х годах. Он назывался, это питерское издание, называется он «Тайна 20-го века». Сейчас уже 21-й, но название так и осталось. Это журнал очень познавательный, это не жёлтая пресса совершенно. Я не ради рекламы, конечно, предбогу, не поэтому. Здесь много чего, чем я интересуюсь. Мы возьмём вот этот номер, это уже новогодний, если новогодний номер, читайте в номере. Почему женщины живут дольше мужчин, статья очень интересная. Космические зеркала, глобальные проекты, очень интересные. Вот о чём я говорила, о форме жизни, называется необычная гипотеза. Живительный глоток, многоточие, втора. Почему бы и нет. «Белые пятна истории», например, «Новая Москва в обесении» тоже очень интересная. Ну, «Тени прошлого», где лежит Наполеон, потому что тайна смерти великих мира сего всегда интересна, конечно же. Поэтому и, так сказать, смерти Наполеона, как он умер, и того же Гитля, или иных, так сказать, великих, там очень много тайны, не всё так просто на самом деле. Так, в поисках кладов, зачастую тайники города «Новелые», наверное, слышали, что при реконструкции, реставрации дома на Рыжкина, бывшей, и Трубецких, в Питере была обнаружена тайная комната, где было найдено свыше 2000 предметов посуды, то есть из серебра, по залочию, но очень красиво. Очень красиво, и таких тайников в этом городе, видимо, много, потому что богатых людей было много. Они надеялись, убегая, эмилигировая из России после 1917 года, надеялись вероятно вернуться, но, увы, не случилось. Великие авантюристы, например, «Алхимикс» третьего рейтинга, «Непознанные призраки» на фотографии, но это вот из области мистики такие. Или вот, например, «Женщины-самураи», «Цветына полюбой», это уже интересно. «Христианские чудеса» и такое бывает, например, «Раскаяние Марии Египетской», «Необычные существа». Или, например, единственная страница в этом журнале, она обычно в конце, под рубрикой «Магия». Это «Пентагон» «Загадочный пятиугольник». Я с большим интересом прочитала эту статью, «Загадочный пятиугольник». Я вам сейчас покажу. Так, где же он? Вот, где же он? Пятиугольник. Вот, вот этот, так сказать, пятиугольник, это магический, так сказать, это еще квадрат Пифагора. Вот этот пятиугольник состоит из двенадцатиграней. Основа лежит, вернее, вот этот сам пятиугольник, это строение всей Вселенной. И на Земле, это наша. Вот такие. Ну и «Живая планета», последняя, обычно на последних планетах, очень интересные публикации различного рода животных, в том числе, как раз, «Удивительный мир лягушек». Чудесная такая статья. Вот такой. Что я ищу, например, журналы «Оракул», там и астрология, и нумерология, бог знает, какие еще статьи, и ступени «Оракула», там новости всяко разные, и о драгоценных камнях, о полудрагоценных, о их пользе и прочие дела. Ну и все, и очень полюбилась недавних пор невыдуманная история. Это письма читателей, я думаю, она действительно невыдуманная, когда они пишут о своих, о чем-то случившемся вот действительно необыкновенном, необъяснимом, совершенно чудесном. Это чудесное исцеление и помощь ангелу-хранителя, который уверен в том, что они их хранят. Я лично уверена тоже. Вот, поскольку я считаю, что действительно при рождении каждому человеку придается свой ангел-хранитель, а иным даже и несколько. И так далее, и то подобное. Очень-таки увлекательно. В моей жизни, правда, такого не случалось никогда, к сожалению. И я о своей жизни сталкивалась вот с этими ясновидящими. Меня этот феномен просто всегда восхищает и удивляет. Это ж надо вот такое. Это ж надо вот так видеть прошлое, будущее и так далее и так далее. Я не знаю, полезно ли, правда, знать будущее, хотя как в песне поется, что знать непременно каждому хочется, но интересно, правда же интересно, как это все делается. Попадание это вот у известнейших таких экстрасенсов, ясновидящих, где-то 80%, это очень большой процент, но зателеки считают, что большего, так сказать, стопроцентное вот известное видение не видится только к тому, что они могут расширать то есть картинку, которая им видится. Вот, например, в фильме все времена еще, когда она была жива, в Курске, когда узнали, увидели этот фильм, просто все хохтали до упаду, где Курск, и воды там близко даже нет, никакой ни реки, тем более там море и еще чего-то, и только много лет спустя узнали, что имела в виду Ванга, это подводная водка атомная, Курск, которая действительно затонул. Ну, просто вот не смогла расшифровать, просто ей вот показали, сказали, Курск кроется под водой, все посчитали, что это город, вот так. Ну, и что мы читаем, например? Надо сказать, что лениво лениться, как у Даши, у моей дочери песенка такая есть, видимо, я от первого до ленива, хотя я интересуюсь всем этим, не поздно мне интереснее то, и это, и пятое, и десятое, но сама заниматься как бы надо бы заняться вплотную, ну, вот я говорю, наверное, природная лень, поэтому у нас с дочкой много книг вот в нашей большой библиотеке, касающейся затеки, я в свое время вот серия целая «Откровения ангелов-хранителей», «Откровения ангелов-хранителей», которые писали «Несновидящая любовь Панова» и писатель, журналист Ренат Грифьянов, вот они вот здесь, очень интересное, так сказать, когда они вступали в контакт, Любовь Панова, это она, журналист фиксировал с ангелов-хранителями, спрашивали их о чем-то, в общем-то, церковь считает, что все эти видения, это все безовщина, безы, путы, демоны, низшего плана и так далее. Не знаю, не знаю, но эти сущности, видимо, есть, как бы то ни были, и они рассказывают невероятные вещи, и совершенно все в точку. Есть у нас книга нумерология, я верю, нумерология, я тоже считаю, что миром правит математика, потому что в основе мироздания именно математика, все выверено до микрона, можно сказать, вот если бы чуть-чуть подальше орбита Земли на один сантиметр была от Солнца или чуть-чуть поближе, совершенно другой был климат, совершенно, вот именно вот точка вот эта вот абсолютная и так далее. И вот при помощи цифр можно, так сказать, вычислить все и вся, если знать, конечно, если ее изучать. У нас даже есть самоучитель по развитию интуиции, о, как, я посмотрела, дома не читала, надо было посмотреть еще, но не знаю, может быть и поздно. Вот книга еще и Элизабет Клэр и Элин Профит «Реинкранация». Я вот свято верю в реинкарнацию, потому что, не потому слепая вера, будем так говорить, а фактов к нашему времени, к настоящему времени, просто море, просто море. И, конечно же, как вы понимаете, большинство таких фактов это в Индию, потому что в Индии, естественно, все верят в реинкарнацию, колесо, так сказать, в этой сантре, которая душа перерождается раз за разом, совершенствует, 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 пока не уйдет, так сказать, совсем из этого, из того мира. и вот, будем так говорить, недавно стали выходить книги Елены Меньковой, она, это новая совершенно специальность, она генный психолог, вот как. Не просто психолог, а именно генный, то есть на уровне генетики у каждого человека заложена родовая программа, и тянется она, так сказать, поскольку дочь моя занимается родологией, так сказать, и своим родом, и родами известнейшими, составлять генетические древа, и на основе документов, и прочих источников. Поэтому, как бы, вот эта родовая программа, она, ну, зачастую неудачна, будем так говорить, которая портит жизнь вот потомку, портит, 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 ну, в той или иной мере, насколько это все передалось. Она говорит о том, что эту родовую программу надо было менять, не ломать, а именно менять. Но это, видимо, процесс очень долгий, как я читала книги, как генному психологу, запись где-то года на три вперед, попасть довольно сложно, но интересно. Вот она стала писать книги достаточно интересной. Последняя книга я читала «Перевернута реальность», купила ее, достаточно интересная. Она касается времени, времени параллельных миров, будем так говорить. Мне эта тема давно занимает, пространство и время, то есть, вот как они существуют и что это такое вообще на самом деле. И поэтому ученые, многие ученые, по крайней мере, Дейнштейн в свое время соглашался, что наша Вселенная не единственная, вот именно наша галактика, ее прилегающие к ней, это миллиарды и миллиарды звезд, что существует масса параллельных Вселенных, вот с теми же самыми участниками. Я как-то в одной статье читала одного психолога, что, возможно, например, если тебе не хватает достатка, богатства, ты можешь попросить, молиться, попросить своего двойника, есть такой в параллельном мире, так сказать, который будет успешный, попросить помочь. Ну, не знаю, я не пробовала, конечно, так ли это. Но то, что параллельная вот эта реальность существует, это однозначно. Это так и есть. Это вот на основе уже последних изысканий квантовой механики, это последний писк, так сказать, научный, что так оно и есть, что рядом с нами, вот как матрешки, так сказать, друг друга вставлены в самые параллельные реальности, другие совершенно, с иными мирами. И время. Время нелинейно, теперь же тоже, что оно с этим соглашается, время нелинейно, оно не течет, так сказать, как река из прошлого в будущее. Нет, так сказать, тоже разветвление, ответвление, петли там, временные, различного рода. и, так сказать, вот, как раз много фактов, когда уже из нашего мира, либо из прошлого мира, человек попадает либо в будущее, либо в прошлое. Чаще в прошлое, видимо, так проще, я уж не знаю, или петля временная так закрутилась, но такие данные очень много, они зафиксировали летопись. Я как-то в прошлых видео, говоря об этом, упоминала, факт, когда из китайского монастыря исчез послушник, модернизовался он, сказать, в Европе в купе поезда, то есть, вот, чик, и возник из ниоткуда, весь из себя. Ну, и он вел себя настолько неадекватно, ну, представьте себе, из средних веков, там, или даже из 12 века, бог знает чего, из монастыря, и вдруг попасть в наше время, его поместили в психологическую больницу, поскольку он лопотал вещи невообразимые, непонятные нам, но он исчез через несколько лет, он оттуда, так же, как появился, он просто-напросто исчез, появился в этом монастыре, то есть, там, откуда он в свое время тоже исчез, и начал рассказывать вот эти вот небылицы, как он видел, железная птица летает по небу, что там кони, какие-то железные, у которых там парвали, из надря, имею ввиду, поезда, и прочее, и прочее, конечно, никто ему не поверил, но в летописи записали этот рассказ, вскоре он потом умер, и таких фактов масса, он и в Париже наблюдает, в ракуах, вот, в Вильсаре, например, пересказанные этой истории, две женщины, американки, на экскурсии, там были, и вдруг попали, видят, чуть ли не Мария Антонет, вот она, пересказ совершенно изменился, люди другие, туалеты, и т.д. длилось какое-то время, потом чик, и опять все вернулось на круги своя, и таких вот фактов, когда люди попадают в иной мир, совершенно непонятный, иные даже подозревают, что они побывали вообще не на Земле, а нет, в других мирах, то их много и много, и это достаточно интересно, вот таких вот калиток, вот об этом, о котором я говорила, Элина Мельникова, вот, это перевернута реальности, как раз речь идет о калитках, они их так называют, ну, или врата, иногда звездные врата, небесные врата, то есть это такие порталы, через которые человек попадает в иное измерение. Ну, вот о книгах я сказала, мы даже еще смотрим и фильмы, сериалы особенно, запали мы на корейские, нам сильно нравятся южно-корейские сериалы, и в том числе нам очень нравится, ну, там, начиная от 12 века, даже еще раньше, и потом даже у нее там в телефоне список, кто правил, чего, да, насколько это исторически достоверно. Вот один из фильмов назывался «Алые сердца», это как раз о том, как девушка из нашего мира, кореянка, имеется в виду, попала совершенно неожиданно, то есть начала государение тонуть, и она выдурнула, извините, замки, дворцовом замке в южно-корейском, еще в давние-давние века, где там правили, вернее, у императора было 13 принцев, 14 принцев, будем так говорить, вот эти все перипетии, когда он попал из нашего времени, вот это, в это время, и намерие, действия, ее поведение, восприятие, и так далее, очень интересно. Сейчас вот мы смотрим, когда же сказала, наверное, с лямзили, с плагиатили корейцы, китайцы, но нет, вот смотрим уже много серий, похоже, называется поразительное, на каждом шагу, что такое, ну, как будто векиватое такое название, может быть, на русский не так перевели, сами знаете, как, у китайцев, тем более, у японцев, там, много-много значений, одного иероглифа, или еще чего-то, тоже там, 14 принцев у императора, теперь уже там борьба за власть, но попала из нашего времени девушка, так сказать, вот в те времена, китайской династии Мин Цин, средняя века, в результате автомобильной катастрофы и тока электрического, то есть попала как раз где провода короткое замыкание, ее ударило током, вот она очутилась уже вон она как, а по версии, так сказать, тамошнего времени, она упала с лестницы, так было бы, и вот ее поведение, ну, отличается, отличается, мы прошли, кого-то, что нет, как бы, в принципе, как бы те, но и не те, да и события, развиваются немножко по-другому, ну, посмотрим, тематикой. Поэтому, кто вот, например, увлекается этой тематикой, обращаясь с просьбой, напишите в своих комментариях, какие вы знаете, вот, особенно сериалы, фильмы, вот на эти темы, иной реальности, или иных, пространственных, временных, аномалий и так далее, книг и так далее. Ну, я не все могу понять и принять, потому что, вот, например, Блавацкую, я о ней очень много читала, о ее трудах и так далее, белое братство. У нас есть одна ее книга «Здоровение», это такая, там, Изида, Изида, что-то, забыла, как называется, я не смогла ее удалить, прямо с первых страниц. Или, например, вот, славится еще Андрея, Роза Мира. Я пыталась читать, пыталась сильно, но не смогла, непонятно, написано так, прямо, не то, что недоумоке какой-то, или что, вот, таков язык, и как-то, вот, мне он не близок. Вот такая вот просьбица. Хотела еще упомянуть о жизни после смерти, мы говорили, у нас книга есть в молоде «Жизнь после смерти», она практически была первая, которая собрала много фактов о том, что помнят люди, которые находились в состоянии ленической смерти. Видение практически у всех одинаковое, то есть, это туннель, свет, черный туннель, летишь, впереди, слепительный свет, но он не слепит, а как бы греет. Встреча с родственниками, умершими друзьями и так далее. Со мной работала Таня Медлина, помощник прокурора. Она была в состоянии клинической смерти, и она описывает свои ощущения точно так же. Да, она вот видела этот туннель, она общалась со своей покойной бабушкой, дали, обычно те говорят, что рано, рано, идите, идите, у вас незавершенные дела еще там, на земле. Ну, после него уже книга Ньютона, я, правда, ее не читала, но тоже самое с жизнью после смерти и так далее. Достаточно сегодня опыты проводили, а что вот если в основе человека лежит душа, безусловно, это так. Искра Божия, будем так говорить, говорят же так, бездушный человек, раз бездушный, значит, он ничего такого человеческой доброты, милосердия, любви, у него нет. Ученые, даже некоторые врачи пытались взвести, то есть ставили весы под кровать умирающего, который вот-вот должен, вот, и точно эти весы, точно электронные, показывали вес тела до смерти и сразу после смерти. Получается, где-то порядка около 30 граммов, вот, где располагается душа, опять же, может, сердце, обычно так говорят, когда тяжело на душе, на сердце и так далее. Может, и сердце, может, и еще где-то. Поэтому вот эта проблема, вот эта неползанная тоже меня чрезвычайно занимает, особенно на фоне того, что очень много собрано фактов, когда люди общались с умершими, причем не в виде призраков, таких, мать-мущая, так сказать, этих призраков, таких историй, мать-мущая, еще с давних времен, которые материализовались. Вот какие они были при жизни, они общались со своими родными, причем общались они с ними для предупреждения, то есть для предотвращения какой-то опасности. Ну, видимо, так бывает не так уж и часто, просто считается потому, что для того, чтобы материализоваться в нашем мире, нужно очень много энергии, которая там недостаточная, не так, то есть из того мира выпускает редкие случаи для того, чтобы действительно родным людям, близким помочь при решении тех или иных проблем. Вот о чем тоже хотела я сказать. Ну и все, наверное, если еще не упомянуть материализованные признаки, это на местах крупнейших сражений. известно, что наиболее сильная энергетика это при таких великих стрессах, величайших стрессах. А что может быть более стрессово, чем бой, кругом, смерть и так далее. И вот волонтеры, перед которыми я преклоняюсь, мы даже просто-таки благотворим этих новейших людей, которые занимаются раскопами в местах массовой гибели людей в годы Великой Отечественной войны и даже еще и раньше, которые их пытаются идентифицировать, хоронят, как это положено в гробах, отпевают, как это положено, то есть неупокойная душа, особенно неупокойная в виде призраков, поэтому в ближайших селах, например, некоторые видят, что стучится в дверь, открывая, стоит в красноармейской форме, еще в той великой качестве, которая сейчас оборванная, грязная, в крови просит хлеба, ему дают хлеба и он растворяется, уходит. И вот эти волонтеры часто пишут, что они встречаются вот такими материализованными признаками прямо, или даже показывают место вот там. И когда после встречи начинают копать, да, действительно находят там останки погибшего воина. Хрономиражи еще, то же самое меня это чрезвычайно занимает. Вот после битвы при Ватерло, знаете, во все, через две недели после ее окончания в небе разразилась вот та же самая битва. Один в один, те же звуки, все, вот как это называется, хронометраж. То есть это все отразилось, это все осталось, и потом прокручивается времени по новое, по новое, по новое, так бывает не один, не два, а десятки раз. Вещи, самолеты, пишут тоже летчики, которым не верить нельзя, потому что психически она действительно должна быть здоровь, она очень комиссует. Видели времен отечественной военной барбардировщики, которого лопло прям летел, летчик, немец, все как наяву, то есть звуки. Видели на земле на местах боев, иногда ночью вдруг включались эти миражи, когда стриб автоматная страшная, звуки, возгласы немецкие, русские, вот этот весь крик, звуки атаки, все это воспроизводится, а наутро стоит, и на земле остались и гильзы стрелянные, и на домах вот, что это, что это, как это все возвращается снова и снова. Опять же, вот, игры со временем такие достаточно интересные. Ну и, пожалуй, наверное, заболталось об этом меня интересующем факте уже и все. Благодарю за внимание, до свидания.